Здравствуйте с вами психолог Наталья Кучеренко. Сегодня нумерология. Нумерология квадрат Пифагора. Почему даю? Я уже давала один раз эту лекцию, но давала ее по Александрову. Там тоже описывалось способности и возможности человека от даты его рождения. Я вам сейчас даю немножко измененный квадрат Пифагора, немножко смысл измененный, который если Александровский толкование Пифагора это конкретно способности и возможности человека от рождения, то Кононовское видение квадрата Пифагора, которое он прорабатывал, это судьба, это цифры судьбы, это клетки судьбы, которые дают человеку деятельность и прогресс. То есть немножко такое на более современной интерпретации, скажем вот так. Поэтому начнем. Без квадрата Пифагора очень сложно вообще работать. Я считаю, что быстро можно просчитать некоторые моменты с квадрата Пифагора. Например, начальник подчиненный, муж, жена, ребенок. Можно совместно выработать тактику и стратегию действия. У меня был такой случай, когда я не могла понять, у меня была одна пара, пришла женщина и она говорит, я не знаю, что мне делать. Я начальницу с одной стороны уважаю, а с другой стороны я не понимаю, что делать. Я бы ушла и осталась бы. Вот как, вроде бы и денег мало дает, а вроде бы и вот что делать. И когда я по квадрату Пифагора просмотрела ее и начальницу, там было четко понятно по цифрам, по этим клеточкам судьбы, было понятно, почему начальник ее обнабил и почему она не может ей отказать. Итак, квадрат Пифагора. Я буду кого-то из вас рассчитывать на доске, вот, а вы, конечно же, будете рассчитывать сами себя и там кого-то из своих родителей. Кто-то смелый, давайте мне вашу дату рождения. 0,1, 0,7, 0,7. Ну как быстро. Зумейте женщину. 0,1, 0,7. Обращаю внимание, да, на том, что мы пишем полную цифру, полную дату. Не 1,7, а 0,1, 0,7. Итак, для того, чтобы просчитать, для того, чтобы построить этот Пифагора, нам нужно 4 расчета числа. Первое расчетное число, как всегда в нумерологии, мы суммируем все цифры даты рождения. Итак, 10, 24, 25. Итак, первое расчетное число. Второе расчетное число, опять-таки уточняю, это сложное число, которое нужно обязательно, что? Сделать его упрощенным. Поэтому мы, сейчас наша следующая задача, мы, вторая цифра. Расписываем, 2 плюс 5, это у нас 7. Второе расчетное число. Если это число сложное дальше, второй раз не расписывается. Понятно, да, если тут было 11 и так далее, значит, оставляем так, как оно есть. Второй раз не расписываем. Не доводим до простого числа, оставляем таким, как оно есть. Третье и самое такое специфичное число. Это от первого расчетного числа, от 25, отнимаем удвоенную первую цифру даты рождения. Это либо 0, либо 1, либо 2, либо 3. Все. В данном случае у нас 0, поэтому что у нас остается? 25 минус 0, это 25. И четвертое число, опять-таки, мы упрощаем. Боже мой, у вас столько семерок, что мне аж страшно. Хорошо, не шестерки. Вот. Теперь я поняла. Теперь я поняла, вас волшебница. Знание номерологии, знание зодиакальной системы и знание некоторых хитростей во психологии, в той же физиогномике, можно полностью подать описание и подсказать ему, что в этой жизни было. Все понятно? Мы рассчитали 4 расчетных числа. Все понятно, да? Нет, повторяю, что? В третьем пункте, что такое 25? Просто сложно. 20 от первого расчетного. В данном случае это 25. Есть. Строимся на матрицу. Если 0 получился, то есть от 0 мы отнимаем... Что 0? У кого 0? Ну, у меня под первая цифра получилось 0. Не может она у вас быть физически. Какое у вас первое число? 0, 10, тогда есть 1, а. Еще, 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 давайте. Все верно тогда. Ну, 0 не может быть. Физически не может быть 0. Нет, ничего. Строим психоматрицу. Кто сталкивался, уже понимает, что они делают, да? Сложно, ничего нет. Просто сначала будем описывать значения, тут немножко есть изменения. Итак, психоматрица, какая ячейка отвечает за какое-то свое число? Каждая ячейка отвечает за какое-то число. Это ячейка за единички, это за двойки, это за тройки, четверки, пятерки, шестерки. Отхожу, показываю. Каждая ячейка отвечает за какое-то свое число, и мы сейчас нашу дату рождения и четыре расчетных числа будем вносить в психоматрицу, а потом описывать ее. Понятно, да? Все понятно? Поехали. Смотрите, как это делается. Нет смысла показывать, рассказывать, а не рассказывать. Единичка, семерочка, единичка, девяточка, семерочка. Нули не входят в психоматрицу, они идут на даты рождения, здоровья. Двоечка, видите, мы начали расписывать. Так, потом пятерочка, опять семерочка, опять двоечка, опять пятерочка и опять семерочка. Четверок, троек, шестерок, восьмерок нет. Главное внимательно просчитать и ввести в психоматрицу. Каждая ошибка полностью ломает... Нули не входят. А? Нули не входят. Нули не входят. То есть даты рождения и конечные результаты, правильно? И все четыре цифры, которые мы с вами рассчитали. Все четыре цифры, которые мы с вами рассчитали. Дети, рожденных после 2000 года, намного меньше цифр в ячейках, намного меньше. Может вообще будет не единицы, допустим, или какие-то пятерки, и все. Чтобы вас это не удивляло. Повторяйте, что непонятно? Как эта матрица появляется? Ну вот, рисуемся на матрицу. Вводим все цифры даты рождения. Вот единичка, вот семерочка, вот единичка, вот девяточка, вот семерочка. И вот все, вот эти цифры, вот эти все цифры, они вводятся в психоматрицу. Каждая ячейка отвечает за определенную цифру. Это за тройки, это за шестерки. Понимаете? Сложного ничего нет, если один раз это все проделать. А потом будем описывать самое главное. Поэтому первое, это грамотно просчитать и четко ввести, чтобы все цифры всегда совпали. Четверочек нету, четверочек нету, что теперь делать? Троечки. Троечки. Ура. Три тройки, да, миротворец? Да. Мне четыре дворки. Кроме. Сейчас будем все записывать. Сколько у них все цифры? Пять цифр, да? Ну у кого как. Ну у тебя же права. Пять цифр не может. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, единицы цифр. Только у нас. А если тут еще полный две, то тут и до пятнадцати цифр может быть. Тринадцать. Тринадцать и так далее. Понятно? Пошли дальше. Ну а теперь, как вы понимаете, что каждая цифра в ячейке обозначает что-то. Единицы отвечают за какое-то качество. Двойки отвечают за какое-то качество. И сейчас мы с вами это будем записывать. Итак, единицы. Единицы. Они отвечают за характер человека. Это врожденное качество. Характер и направление развития души. Какого на новом? За характер человека и направление развития души. Вот характер. Значит, если вообще единиц нет, это считается человек угоистичный. Тонкий эгоист. Что такое эгоист? Это не тот, который живет только для себя. А тот, который умеет использовать людей для своей возможности. То есть они очень оперативны и очень действенны. Нужно жить для себя так, чтобы окружающим быть нужен. Отсутствие единиц говорит о том, что человек живет только для себя. И его характер связан с его направлением, с его внутренним. Чем больше единиц, тем больше волевых качеств. Считается, что две единицы это коммуникабельность. Вот это вот две цифры, две цифры ячейки в данном случае. Человек очень коммуникабельный, очень позитивный, с хорошим развитием внутренним. У него вообще хороший стимул к действиям. Если шесть? Идем дальше. Если три, это спокойствие и золотая середина человека. Он и с характером может быть, человек с характером, знаем, да? Может поддавить, а может и отпустить. Если три, да? А может быть мягким. Тройка, она такая золотая. Четверки, пятерки, это сильные волевые люди. Сильные волевые, властные. А вот шесть, это редкое явление, но это люди жесткие, вспыльчивые, настойчивые и давящие. Но всегда приходят к хорошему результату деятельности. Но, к сожалению, через давление. Это великолепные мастера, очень хорошо работающие в программе деятельности. С людьми. Идеалисты такие своеобразные. Итак, единичка. Качества, отвечающие за характер, за влияние, за власть, за жесткость. Чем меньше единичек, понятно. Чем больше, тем человек жестче. Двойки. В данном случае у нас их тоже две. Значит, двойки отвечают за биоэнергию человека. Биоэнергия. Ну, как он нам говорит, солнечная энергия. Я это называю энергетикой тела. То есть, знаете, это та энергия, которая нас держит. Итак, биоэнергия. Это подпитка наша и так далее. Если нет двоек, то люди считаются ленивыми. Но ленивые не физически, а вот именно энергетически. Они вялые. Они какие-то уставшие. Им нужно постоянно подхватывать какую-то подпиточку. Им нужно, возможно, много кушать. Поэтому, когда говорят, у меня жор сутками, возможно, это связано с отсутствием двоек. Тут не хватает человека энергии, не знает, как ее подтягивать. Они читают с умных книг и начинают там обливаться по Ивановской системе, думают, что мы это спасем. А им потом еще хуже становится. А другие говорят, у тебя сил нет, надо мясо есть. А ему не мясо есть. Ему нужно, возможно, босиком походить под солнцем постоять. Для того, чтобы подпитаться. Итак, это люди очень благородные, очень мудрые, но очень слабые. Им нужно постоянно заниматься физической гимнастикой. Нужно постоянно заниматься дыхательной гимнастикой, то есть заниматься постоянно подпиткой. Дыхательные упражнения, дыхательная йога в этой ситуации просто великолепна. Наличие двоек – это энергия, накапливание и хорошая работоспособность. Три двойки – это экстрасенсорные способности уже. Это человек экстрасенсор. Ну, две двоечки, одна и две двойка – это уже появление энергии, это уже подвижность, это уже энергичность. Три двойки – это экстрасенсорики, это экстрасенсы. Что такое экстрасенс? Это человек, который владеет какими-то неординарными способностями. Мы все ими владеем, только у кого-то они развиты, у кого-то нет. Три двойки говорят о том, что это человек экстрасенс. Он может видеть, у него может быть теснослышание, у него могут быть варианты интересных таких движений. Четыре двойки – это мощный экстрасенс, который может влиять уже на события и на людей. Это уже энергетические воздействия на личность. Если много двоек, это, кстати, может быть у деток после 2000 года, например, 2012-2022-2012, вот, например, это очень много двоек. Это, в принципе, уже дети индига, это маги, которые вообще могут просто менять, да, и это вещи сны им снятся, видения могут быть, при том, мы не можем понять, почему он это что не видит, что это же естественно, а мы не видим. Вот это качество видения, и ясное видение, и яснослышание, и так далее. И так двойки. Еще очень важный момент. Все наши клеточки судьбы, так называемые, которые мы сейчас рассматриваем, они связаны еще с культурой воспитания. Поэтому, конечно же, если ребенок рождается в семье людей, которые вообще связаны только с религией, с сектой, и он говорит, какая экстрасенсорика, что это грех большой, тогда, извините, и ребенок будет забит, но у него внутри это все будет, и он не будет понимать, почему он посмотрел на человека, а тому головная боль прошла. И он будет думать, что это дьявол. Еще это гнобит. Поэтому культура воспитания очень существенна. Это нормальная, там высокий уровень культуры или низкий, или наоборот, там темная сторона и так далее. Тройки. Тройки отвечают за умение человека воплощать знания в жизнь. Умение человека воплощать знания в жизнь. Получать знания, добавлю, и получать знания, и воплощать их в жизнь. То есть тройки говорят, что мы знания получаем и перерабатываем. Это люди великолепные, люди, которые работают, они имеют хороший аналитический склад ума, и умеют работать с информацией. Умеют работать с информацией. Наличие троек. Если троек нет, то это люди пунктуальные, хозяйственные, кропотливые, строгие, но информацию очень сложно ее накапливать и перерабатывать. Вот вы встречали таких, что прочитал, и уже осталось в голове. Все, уже больше ничего не надо думать. Вот это в школу я помню. Я никогда не учила уроки. Но я всегда была отличницей. Я перед уроком прочитала, у меня тут же это все сложилось, файлики, и пошла в их хороший аналитический ум. Спасибо родителям, которые заставляли с детства думать. Плюс у меня действительно три тройки. По факту, по моей нумерологии. Я великолепно себя чувствую. Я точно понимаю, что я любую информацию, какую я возьму, я ее переработаю, и она пойдет на пользу. Считается, что вообще люди с тремя тройками очень... Сейчас запишем. Итак, отсутствие троек. Это люди, которым надо учиться переменять свои знания в действия, получать и применять. То есть перерабатывать информацию. Если есть тройки, хотя бы одна. Значит, это люди с контрастным поведением. То им хочется подумать, то им хочется отдохнуть. То им хочется уборки, то у них бардак. То у них любовь, страсть, то у них, блин, не страсть, не любовь. Это люди вот такого вот контраста. Они резкие в переменах. Это связано с тем, что тройка, она вот то хочу, то не хочу. Я бы и училась, но вот прям сегодня не буду. Вот. Две тройки – это уже способности к наукам и к работе с информацией. Две тройки. Три тройки – уникальное качество человека. Это великолепное получение информации и поиск справедливости. Троечники, тремя троечниками, вам нужно найти смысл жизни. И найти правильно, да, как это так, в стране не то. Это три тройки об этом думают. Потому что знание и информация накапливаются, умеют ее перерабатывать, умеют ее очень быстро ставить, складывать. И вот искать справедливость. Они очень рассудительные, очень мудрые. Вот. Но у них вот эта вот справедливость надо. Хорошие данные прикладным наукам у них. Чем больше троек, тем больше научный подход к жизни. Если очень много троек, то это, знаете, великий философ или уникальный математик, который каже, Крым, высшей математики ничего во всем мире нет. У меня такая была математика в университете, когда я ее училась. Я говорю, вы знаете, рожать не рожать, но есть еще и какие-то моменты. Вот считается еще, что три тройки это игра. Когда высокий уровень троек, это человек, который молниеносно схватывает информацию, даже если он не хочет. Она у него откладывается на подсознание. То есть уникальная способность информационной переработки. В наше время, на сегодняшний день, это очень уникальные качества. Четверки. Наличие четверок, в данном случае их нет, говорит о физическом здоровье. О физическом здоровье. Работоспособность человека. Если нет четверок, считается, что от природы человек слабый здоровьем. Хотя тут можно немножко по-другому это сказать. Слабый это не худой. Далеко не худой. Может быть наоборот, очень даже такой мощный. Но слабый это люди, которые должны учиться работать со своим телом, управлять своим телом. Именно управлять своим телом. Слабость тела это не значит больное сердце или ломкие ноги. Ноги ломкие все по жизни у всех происходят. Особенно если ничего не делать. Даже у самого здорового, в случае четверок. Поэтому отсутствие четверок это умение работать со своим телом и умение его мотивировать. То есть гимнастика, питание, дыхательные, физики нагрузки. Вот как раз отсутствие четверок, в данном случае, в том, что человеку он, отсутствие троек, спокойно перерабатывает информацию. Ему бежать некуда. Ему нужно постоянные движения, уважаемые. Наш клиент сегодняшний. Учитесь что-то делать. Двигаться, ходить хоть 10 минут в день туда и назад. Как я говорю, на работу с работы. В идеале вечерние прогулки. Плавание очень хорошо и тому подобное. Здоровье есть. Чем больше четверок, тем больше здоровья. И тут еще один важный момент. Если 3-4 четверки и больше, это и развитая сексуальность, и гиперсексуальность. Отсутствие четверок считается, что с физическим... Ага, и сразу вглядываюсь, я думаю, вы еще 3 четверки, да? Мойда пишет Кунова. Активность физическая и сексуальная. Вот дети, у которых есть много четверок, 3 и больше, обязательно надо давать культуру секса. Потому что может быть неудержимость, потом непонятно какая. Или наоборот. Либо большой плюс, либо большой минус. Вот четверки говорят о сексуальности человека тоже. Вот, физической. Пятерки. Две пятерки. Ну, одним словом, пятерка это интуиция. Это третий глаз. Это ясновидение. Интуиция. Это видение ситуации. Это пророчество. Поэтому, если пятерок нет, считается, что человек нормальный, мирской себе ходит по жизни. И у него не включается интуиция при открытом люке. Он может спокойно в него встать, помните, как Шурик. Или переступить через этот люк, не напрягаясь. Тут включается на уровне, можно и инстинктом. Итак, интуиция, пророчество. Если нет пятерок, не развита интуиция. И тогда важно заниматься прогнозированием, работать с сознанием, играть в шахматы, в конце концов. Для того, чтобы включать немножко программу мышления. Чем больше пятерок, тем больше, конечно, способностей. Три пятерки говорят о том, что человек может предсказывать будущее. Три пятерки, предсказывание будущее, чем выше. Ну, я редко видела пять пятерок вообще, в принципе, в своей жизни. Это вообще дар ясновидящего. Это открытие третьего глаза. Это вообще может видеть ситуации. Это вариант ванги. Это вариант ванги. Когда человек просто берет сахар, да, и видит, что происходит. Открытие третьего глаза. Шестерки. Очень интересная цифра. Шестерки – это земная энергия. Земная энергия. Это энергия земли, деятельности. Это материальный мир. Это заземление. Это физический труд. Так вот, отсутствие шестерок говорит о том, что человек очень тонкая натура, креативная, художественная. Я бы сказала по-простому, человек, который лопату в жизни в руки не возьмет. В жизни. Никогда. Метает в облаках. Да, он вот там. Он думает, как бы взять бы лопату, чтобы ее копнуть, и сразу выросла из пяти золотых монет тысяча новых курток для Папы Карла. Понимаете? Вот комплекс Буратино такой своеобразный. Поэтому отсутствие шестерок – это фантазия, это все, что угодно, мечтание, но это не физическая идея, деятельность. Этого человека трудно заставить что-то сделать. То есть помочь на огороде, сделать ремонт, постирать, убрать и так далее. То есть тяжелый труд для него тяжел. Одна шестерка – это как раз люди, которые полуфантазия в движении, но у них появляется интересная тема. У них появляется дежавю. У них появляется воображение, образность с реальностью. И они иногда, особенно дети с одной шестеркой, они могут просто-напросто путать реальность со своими фантазиями. Может быть, грань такая. Одна шестерка. Две шестерки – это хорошие, усидчивые, трудолюбивые люди. Усидчивость – важно. Вот это как раз к труду. Если есть шестерки и тройки, это вообще уникальное качество. Две шестерки и хотя бы две тройки – это усидчивость и умение принимать информацию. Да? Он великолепно это описывает. Три шестерки – это уже агрессивность и повышенный темперамент. Это так называемые люди, которые начинают… Знаете, как мама моя кричала? Все, все встали, копать рыбакартопли. Все, все кинули, все. Я начинаю. Бегом на город. Какой город? Я в Киеве, а ты на даче. Все, в Бакартопле сгниет. Где сгниет? Ее еще копать и копать. Все уже выкупали тишине. А у вас есть шестерки? Да, у нас агрессивность есть. Нет, шестерки. Нет, это что не понятно? Нет, это не интересно. Ну что вы? Поэтому у меня и дача. Вы что, сама же, не так? Три шестерки – это повышенный темперамент, агрессивность. Мы все… Это люди, которые начинают всех учить, как надо копать картошку. Я утрирую, но факт. Если мама такая, значит, посчитайте. Если там три шестерки, успокойтесь, она от вас не отстанет. Поэтому приедьте, скажите, лопата тупая, я лучше пойду песни попою, чтобы тебе легче было копать. У меня так было в моей семье. Папа играл на аккордеоне, а молоко пало, понимаете, со мной. Потому что папы не владеют той шестерки. Но зато он аккордеоном великолепно владел. Вот. Четыре шестерки и больше – это уже переизбыток земной силы. Это переусердствование. Либо это трудоголики самошедшие, либо это уникальные лентяи. Вот тут две грани, может быть. Вот. Четыре шестерки и больше. Поэтому тут надо тоже смотреть, хотя я редко встречала много шестерок. Семерки. Это талант, успешность, везение. Вот это то, что я говорю. Я вообще не понимаю, что вы здесь делаете в наших рядах. Четыре семерки. Вы понимаете, вы чхнете, и у вас уже должны быть райские яблоки с вас падать. Пока замуж не вышло, так и было. Вышла замуж, фамилия мужа потягула куда-то. Об этом поговорим отдельно. Это вербальная нумерология. Конкретно фамилии меняют судьбу человека. А это действительно так. Подойдите ко мне, я вам расскажу. Жду. Итак, талант. Нет семерок. Это человек, который, ну то, что он невезучий, ему нужно постоянно работать для того, чтобы достичь чего-то. Знаете, вот есть люди, которые чхнут, и пошло. Не дало везение. Да, нужно просто зарабатывать его постоянно. Притом в системе. Только отпустили, и опять надо начинать сначала. Если нет семерок, не переживайте. Значит, что-то есть другое. Значит, есть мозги больше, чем у других. Или интуиция. Или интуиция с мозгами одновременно. Понимаете? Вот. Семерка везучие уже. Вот. Хотя все равно еще работать надо. Две семерки, это уже люди, для них двери открыты везде. Редак, когда ишь, пошел, даже две семерки, да, вот у меня две семерки. Пошел, открылось. Ну, у меня не всегда дверь открывается. Наверное, потому что мозгов слишком много. Вот. И это люди, которым хорошо получается все. Три семерки, это дар восприятия мира, это великолепная удачливость, везение, позитив, обаяние и повышенное чувство несправедливости. Потому что они вот начинают не понимать, почему одним, две квартиры, дом, дача и 15 миллионов лежит на счету в швейцарском банке. Вот они просто этого не понимают. Вот я с даром семерки нормально понимаю. Я знаю, что там, может, где-то пахать надо, может, где-то отпустить надо. И его 15 миллионов, пусть он не спит по ночам. Пусть он и не спит по ночам. Да, 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 да. Так вот тем, у кого много семерок, они не понимают, почему тем так, а этим не так. И я вот ангел этим. Хотя, в общем-то, было бы неплохо, чтобы было всем поровну. И тогда было бы светло. Притом, это люди как раз в справедливости. Их миссия ангела-хранителя к другим людям. Вы слышали, кто вы? Ангел-хранитель. Вы приносите счастье всем, кто вокруг вас. Значит, ваш муж дан для того, чтобы вы его осчастливили. Можете сегодня ему в этом сказать, я твой ангел-хранитель. То есть, это очень, это люди очень такие уникальные, очень чистые. Но, опять-таки, если еще хорошая культура воспитания, это вообще просто великолепно. Я смотрю, вы стручите капитально. Восьмерки. Восьмерки. Это стремление к совершенству. Чувство долга и ответственность. Стремление к совершенству, чувство долга и ответственность. Ну, я бы сказала так, что те, кто имеет восьмерки, они имеют совесть в понятии, может быть, постсоветского пространства. Отсутствие восьмерок. Вот давайте так, умение завершать начатое дело, напишите, восьмерки отвечают. За то, что человек умеет совершать начатое дело, ответственен, вот, и берет на себя больше, наверное, иначе надо. Итак, если нет восьмерок, если нет восьмерок, это люди независимы, безответственны, могут игнорировать просьбы других. Не обязательно это происходит, но, в принципе, могут. Поэтому, если вы кому-то обращаетесь, он говорит, слушай, давай не сегодня, а потому и... Потому что я такой занят, ой, слушайте, я вообще тебя не слышу. А? Возможно, это просто отсутствие восьмерок. И ничего более. Он не плохой, он не жадный. Он просто не хочет в данный момент. Ну, не дано это ему. Вот так. Могут быть игнорированы и могут быть зависимы от других. Им удобно вешаться на кого-то. Отсутствие восьмерок. Вот. Да, но в случае отсутствия восьмерок, ну, скорее всего, мы просто очень независимы и очень чувствительны к справедливости. И пошли. Восьмерки с чувством долга. Одна восьмерка. Люди, которые уже могут так влиять немножко, на них могут, а могут и не влиять. А вот две восьмерки, это уже сочувствие всем и вся. Это уже и кошечки такие драные, немытые домой. Вот. Это и собачка с ободренным хвостом, с повязанной лапкой, нужно принести. Это все в шоке. Господи, где же ты это все набираешь? Это вот уже начинается. Спасатели. Да, 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 спасатели. Вот. И очень трудно им объяснить, что есть какие-то свои грани и какие-то понятия. Уже пошло футбол суждения, да. Три восьмерки – это коллективисты, которые в любом деле с полной отдачей. Ма партия сказала, она на комсомол ответила, есть. То есть три восьмерки – это уже движение, это уже все. Я должен, я должен всех накормить, я должен всех спасти, я даже должен всем отдать. Мне не надо. Вот нам хлеба не надо, работы давай. Да? Лозунг коммунистический. Вот. Восьмерки. Коллективисты такие, движение. Это наша эта, Шурочка в служебном романе. Вот это вот, три восьмерки гарантированно. Честно выполнялась свой долг, только не в бухгалтерии. И четыре восьмерки, если это бывает, это люди, очень восприимчивые к точным наукам, это парапсихологи. Это парапсихологи, это видящие, чувствующие, уникальные интуиты. Они сверхчувствительны, вот, к окружающему миру. Они могут просто влиять на других и доводить все до совершенства. Это парапсихологи. И девятки. И девятки. Это люди, которые имеют великолепные умственные способности. Сила ума. Сила ума. Это люди, которые умеют преобразовать мысль, в любую информацию. Это люди с высоким менталитетом. Менталитет. Высокий. Высокий менталитет. Сила ума очень сильная. И умеют преобразовать мысль в любую информацию. Я подумала, что я хочу в Индию. А вы тут со своим менталитетом мне уже эту Индию порвали на счастье. пойму. А я все равно. У меня одна девяточка в моем. И тут уже одна девяточка. Я все равно сделаю по-своему. Я все равно туда поеду, может быть. А может нет. Итак, одна девятка говорит о том, что люди с таким интернетом постоянно учатся. Вот моя одна девятка. Всю жизнь. Жизнь это учеба. Учеба это жизнь. Я только не помню. Я не помню где-то 2-3 года в моей жизни я не училась чему-то. Я даже сейчас умудряюсь каждый год повышать себе самостоятельную квалификацию. Сейчас иду на очередные курсы. Попала на вебинары русских психологов. Просто уже все. Уже оплатила. Уже записалась. Уже учусь. А кому нету девяток? Если нет девяток, это значит спокойно себе радуются в жизни и не спешат переживать эту шуму. Просто не парятся. Они просто живут спокойно. Две девятка. Это люди умны от рождения. А, да. С одной девяткой это люди, которые запоминают сложную информацию и им нужно зазубривать ее. Механическое запоминание. Понятно, что отсутствие девяток потому, что это все усиливается. Механическое воспринятие. Словоблудие потому, что им нужно объяснить, что происходит. Вот они долго доходят. Вот это вот, знаете, думать задним умом возможно и сюда тоже. Долго объяснять надо и так далее. Они не понимают. Они не хватают на лету. Вот так скажем. Не хватают на лету. Да? Ну и, конечно, им лучше коммунитарные науки. Две девятки умные от рождения с хорошим чувством юмора, с иронией. Вот. Но за счет того, что у них хорошие мозги ленивые. Ой, моя дочь. Ой, моя дочь. Ленивая. Им легко дается наука без видимого желания. Он не хочет, получает. Вот. Это две девятки. Это две девятки. Три девятки. Очень умные, с очень хорошей памяти. Вот. Им вообще скучно, если не интересно. Три девятки, это если вот в школе, например, там же, понимаете, да, даже в том же институте. Там же нет интересных программ. Им просто скучно. Они туда ходят, а то и не ходят. И быстрее, они быстрее на эту дополнительную информацию переработают. И вот там острая хватка, уникальный ум и очень высокая цепкость. Свободно выражают любые мысли вот с хорошим красноречием. И девять девятки, три-четыре девятки, если это есть такое, это люди с очень резким умом, обычно жесткие, милосердные и, знаете, такие рубящие, рубящие, ну, что вы понимаете в этой жизни, вообще, что вы такая. Много девяток тоже не есть хорошо. Считает себя самым умным. Да, считает себя самым умным. Согласно, принимает. Итак, мы с вами записали приблизительно качественно, качество нашей цифры. А вот теперь еще не все. Вот теперь давайте попробуем, что мы скажем об этом человеке. Уже опыт есть. Ну, начнем с семерок, супер, класс. Все, что они сделают, у нее все получится. Вокруг нее люди счастливые и она приносит счастье другим людям. Она ангел-хранитель, да? С хорошей энергетикой она может подтягивать, подпитывать, она может лечить своих деток, если болит там животик или голова, ей не нужно выдумать. С уникальной интуицией, просто уникальная женская интуиция дает ей возможность раскрывать очень многие запасы знания. Если еще немножко проработать, вот ясновидение, то она вообще может быть очень неплохим таким видящим экстрасенсом. Девяточка говорит о том, что с хваткой есть, если надо, что надо, она прихватит, что не надо, она пропустит мимо ушей. И хорошие способности, хороший характер, ну правда, мягкая, ее могут придавить, у меня тоже две единицы, я вроде бы, вот вроде бы и жесткая, но вот какой-то момент, потом все равно я уступаю, я потом все равно понимаю, что человеку сложно. Это только начало, это еще не все. А теперь же у нас есть с вами строки и столбцы, которые тоже имеют характеристику. Итак, давайте мы строки обозначим вот так. Строки и вот так столбцы. Есть? Есть. А теперь записывайте. Первая строка. Значит, тут интересный момент. Тут, в принципе, читаются все цифры. Мы с вами знаем, что если 30 цифр, это серединка качества, если меньше цифр, то качество заниженное, если больше цифр, то качество высокое, да, и может быть даже гипервысокое. В данном случае первая строка отвечает за работоспособность человека. Вы уникальная труженица, вы гипертруженица, надо немножко быть спокойнее. Еще отсутствие шестерок, как ни странно, в этой ситуации работает. Вы не с лопатой трудитесь, вы умудряетесь всех поднимать и всех организовывать. Кто у нас по гороскопу? Рак. Рак. Конечно. Рак такой волшебник, у него нюх на деньги, и он умеет всех вокруг себя сконцентрировать и подтянуть. Да, и так работоспособность. Вторая строка отвечает за семейные качества. Качество семьи не ина. Есть люди, для которых семья – это самое главное, да, это кочки такие. А есть люди, которые более общественные. Вот вы все-таки семьянин. Три выше, три пятьдесят на пятьдесят, может быть, да, может быть, нет. Вы все-таки семейные, для вас семья – это ценность. Если три, там, два или одна цифроведые ячейки, это не значит, что у вас нет семьи. Это значит, что для вас ценность общественная работа, внедрение в народ, в народ, с людьми работать больше, организаторские. Третья строка отвечает за социализацию, как вы себя принимаете в этом миру и как принимает вас мир. Судя по тому, что одна цифроведая ячейка говорит о том, что вы все-таки домашняя. Все-таки домашняя. Социализация. Чем больше цифр, тем больше вы в социуме с народом, с людьми. Притом бывает до такого, знаете, революционного такого направления. Нам хлеба не надо. Мы были с людьми. Вот вы такой спокойненько, аккуратненько, ненавязчиво работали. Не семейный, не сусадный, это как? Не семейный, не сусадный. Мы же слышали, не семейный. Работа, работа. Это значит, что не семейный, это как Ленин. Любовница, что к жене, жене, что к любовнице, а сам в библиотеку и работает. Вот это вот оно. Это, скорее всего, может быть, у вас как раз и включаются ваши единички, посмотрите, ваши троечки. Сейчас подождите, мы еще не все. А теперь приходим на столбец. Четвертый столбец говорит за талант. Может, у вас талант? Ничего не делать и быть асоциальным. На самом деле все по-другому. Я просто говорю, я вам даю только штришки. Почитайте Конова. Книжку я вам сбросила. Вот. И так сила таланта у вас очень высокая. Вы уникальный талант, левый человек. Вопрос только на что, как и куда вы это все деваете. Скорее всего, вы это все в семью бросаете. Следующий, пятый столбец говорит о целеустремленности. Вот. Ваша целеустремленность такая аккуратненькая. Не спешите вы на лобой в стенку биться. Как все раки встают. А они спокойненько, мягенько. Обвалокут, притащат, заставят. Не буду. А потом ты сделаешь, что нужно. Если не готов, то ты. И вот интересная шестая строка это разумность. Разумность принятия мира. Разумность. Насколько у вас есть мудрости в этом миру. Я вам скажу, что мудрости вам хватает. Претом люди рождаются уже с мудростью. По Александрову это целеустремленность. Это самооценка по Александрову. Поэтому тут какое-то есть даже немножко сходство. Если даже по самооценке и по Александрову у вас очень хорошая самооценка. Вы себя принимаете нормально. А вообще ваша мудрость великолепна. Очень много цифр в шестом. Ну значит думайте, решайте. Смотрите. Почитайте Кононова. Я так думаю, что может быть перегиб. с разумностью. Понимаете? Все должно быть в меру. Все пытаются объяснить логическую логику. О, о, о. Вы слишком много пытаетесь объяснить. А можно отпустить? Найти логику. Совершенно. Найти логику в этом. Зачем? Я так нормальный что сам удивляюсь. Я такой нормальный. Такая феврис. Вот поэтому. Вообще горе от ума. Да, говорят. И опять-таки это что? Возможно, что это миф. Вот теперь разумные вы наши. Горе от ума. Ну-ка найдите, объясните, так ли это. И еще у нас две диаграммочки. Мы заканчиваем. Диагонали, понятно же, еще. Можешь бить, так бить. Понимаете, уже ж по полной. Еще же диагонали. Итак, вот эта диагональ 3, 5, 7 это ваше отношение к людям. Как вы их принимаете, как вы с ними бываете, как вы с ними живете. А если так подумать, пятерки отвечают за интуицию, тройки отвечают за получение информации, а семерки это удача. Это значит, что вы все-таки больше отдаете, от себя отдаете. Неэгоистично вы. Вы к народу, вы отдаете снаружи. А вот это вот ваша значимость в жизни. Значимость. Что вы вообще предпоедаете, как вы вообще мир принимаете? Насколько вы в этом мире себя чувствуете в нужной, важной и значимой. В данном случае, опять-таки, можно сказать, что у вас хороший уровень. Опять-таки, я не понимаю, что вы здесь делаете. Наверное, пришли отдохнуть. Девяточка, учиться ж. А, учиться ж, девятка, не, умничка. Все, поймали, да? Поймали. То есть, вы самодостаточный, вы с великолепной мудростью и разумностью, у вас великолепная способность жить для людей, хотя при этом уникальные семейные качества. Да? Вообще, интересно, если, знаете, вот с янем пошло. Вот так вот смотришь и не понимаешь, ну почему у меня и то, и то, а вот оно наоборот. А вот вам это называется качество, которое дает вам психоматрица. Смотрите, это очень интересно. А вот вы сделаете психоматрицу на своего мужа и на своего ребенка, и вы увидите, что ребенок часть качеств от вас берет и от вашего мужа. Возможно, у ребенка больше девяток, чем у вас, скорее всего, две. Вот видите? А теперь посчитайте мужа. Вот. Вот эта вот диаграмма на троих, она тогда великолепно вообще дает картинку семейной жизни. Можно даже по этой диаграмме просчитать семейную каму, семейную успешность. Что нужно делать, например, мужу, чтобы они еще жили с живой долго и счастливо. Итак, нумерология, психоматрица. Учитесь, это очень интересно. Учитесь, это очень интересно. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова